Друзья, всем привет! Сегодня мы снимаем не в Икее, но в икеевском интерьере в нашей небольшой студии, которую используем для съемок второго канала. Объясню почему. Хотим сегодня поднять тему возврата со всеми нюансами, плюсами и минусами. И в обстановке Икеи, даже в Нижнем Новгороде, ну, во-первых, шумновато, а во-вторых, очень много ушей. Поэтому решили записать такое видео, чтобы вот от и до вам разложить все. Итак, очень многие, как оказывается, покупатели не знают о том, что у Икеи есть расширенные условия по возврату. Сейчас мы говорим сначала о товаре, который надлежащего качества, у которого нет брака. Так вот, товар надлежащего качества. Даже если вы собрали, выкинули упаковку, вернуть можно, друзья мои, в течение одного года. Это запомните. Дальше нюансы. Представляем ситуацию. Вы стали счастливым обладателем, ну, допустим, шкафа. Рассмотрим сначала ситуацию, что вы купили его самостоятельно, приехали на своей любимой машине, погрузили, довезли, привезли, собрали, а шкаф не вместился. Что делаем? Если Икея рядом, то вам повезло и не нужно тратить много денег на бензин. А если, допустим, Икея, как у нас, в трехстах километров, то придется собирать шкаф, обратно его разбирать, упаковывать, нести, заталкивать обратно в машину и ехать сначала вперед, а потом обратно. Эти моменты тоже учитывайте. Икея товар надлежащего качества не забирает. То есть, либо вы сами, либо, если вы далеко, обращайтесь лучше, друзья мои, к посредникам. Мы, например, в этой ситуации берем от 500 рублей за услугу, но не менее 10 процентов. То есть, допустим, шкаф стоит 10 тысяч, мы возьмем с вас тысячу за эту услугу, но вы сэкономите время, деньги и нервы. Дальше моменты. Окей, вам повезло, Икея там, я не знаю, в 50 километрах от вас. Вы приехали, привлокли его на стойку сервиса, коробку обязательно вашу вскроют и посмотрят, что там у вас и как. Если увидят какие-то дефекты и сколы, товар могут уценить. Это уже на усмотрение сотрудника сервиса. Вообще все вопросы по поводу возврата решают сотрудник сервиса. И если он будет не в настроении, ему кто-то на хвост наступил образно, есть не риск, но моменты, что там могут сильно придираться. Потому что, ну, нет идеальных хоккейских деталей. Все равно где-то какие-то мелкие косты и сколы могут возникать. Поэтому будьте, пожалуйста, к этому морально готовы. Дальше вам потребуется паспорт и чек. Очень часто люди теряют чек, обнадеживавшись звуковой рекламой, которая постоянно крутится в Икее. Такого плана. Вы можете не хранить чек. Все данные на карте IKEA Family. Зайдите в личный кабинет, вы все там увидите. В связи с нашей сферой деятельности, посреднической конкретно по товарам IKEA, у меня две карты. Одна моя личная, на которую покупки мои, родители, свекрови, ближайших родственников. И вторая для клиентов. Ну, по клиентам там все просто. Мы работаем с корпоративным отделом, он называется в IKEA B2B, отдел бизнес. Там все по накладным, все у менеджеров в системе. То есть там вообще можно не заморачиваться. Я дату говорю и мне все смотрят. А вот мои личные покупки, так как картой пользуемся мы с момента открытия IKEA в России, это с первого магазина Москвы. Тогда еще оформлялась карту. Ну, короче, да, мне просто перевыпускалась. При перевыпуске карта номер сменяет. И получается, что карта у меня не одна, а несколько. И я вижу, теперь захожу в свой личный кабинет, за все года вижу экономию, которую сэкономил по IKEA Family, но чеков я не вижу. То есть если у меня сейчас, не дай бог, наступит гарантийный случай у матраса, либо у пакса, либо у мебели, для мебели, для ванны. В общем, там, где расширенная гарантия, мне будет сложновато. А сейчас вот эту, я думаю, вы всю информацию знаете. Я сейчас давайте сначала договорю, потом фишки расскажу, которыми можем поделиться мы. Так, значит, если вы оплачивали банковская карта, вам обязательно нужна эта банковская карта, потому что в последнее время, ну, по крайней мере, у нас в нижнем нет внутренних картов возврата. Поэтому деньги, например, вы не можете сразу получить, чтобы пойти потратить. Этот момент, пожалуйста, учтите. Потому что раньше IKEA выдавали деньги, могли, допустим, сказать, давайте нам на карту возврата, допустим, перепутали, вернули, привезли, отдали, все, вам деньги на карту возврата, пошли на кассе расплатили. Все, все довольны. Но сейчас, то есть деньги будут зачисляться. Зачисление от пяти и выше рабочих дней зависит от банка. У меня, например, основной для личных целей банк Тинькофф, и туда зачисляется пять-шесть рабочих дней. Если выходные попадают, их минусуете. В Сбер, по-моему, недели-то как-то три зачислялось. Ну, может быть, сейчас увеличились сроки. Теперь лайфхак. Если у вас такая же ситуация, как у меня, либо вы не можете войти в личный кабинет. Кстати, с операторами горячей линии все равно вам не помогут. Это видите только вы. У ребят в отделике сервис есть волшебная программа, но, к сожалению, про нее знают не все. У нас в Нижнем Новгороде знают старший по смене один и еще парочка сотрудников. Но нам проще, нас знают. Я могу сказать, девчонки, посмотрите там-то, там-то. Они зайдут, я вам пальцем покажу, куда ткнуть, все сделают. Как бы, да, с покупателями, которые увидят первый раз, вряд ли кто-то будет это обсуждать. Так вот, там есть программа, в которую, вбив номер телефона, либо одну из карты KFM или текущую, система выгружает все. Но при этом вам все равно нужно будет знать дату. Если у вас, допустим, много покупок, то он будет давать просто сортировку, что невозможно отразить такое количество дат. То есть там тоже есть нюансы, поэтому нужно вспомнить дату, когда вы точно покупали. Также чек можно восстановить, поэтому все-таки карту KFM или всегда предъявляйте на кассе. То есть если у вас такая ситуация, что вы оплатили наличкой, карту KFM или не предъявили. Друзья мои, чек восстановить будет очень сложно. Объясню почему. У IKEA есть система, у менеджеров смены, они могут посмотреть, то есть там, ну, за какое-то время восстановить ваш чек. Обычно это пару часов занимает, в зависимости от загруженности ребят. Они вбивают туда ваши данные, то есть карту KFM или последние, четыре цифры, в вашу банковскую карту, да, то вы всегда должны, примерно они просят сумму, допустим, там от 20 до 30 тысяч покупку. В общем, чем ближе у вас, вы знаете свой диапазон, в общем, чем больше вы данных дадите, тем быстрее вам восстановят чек. Вот, поэтому тут либо запоминаете, либо храните чеки в папочке, но нет такого, да, а мы купили, это IKEA все равно верно. Нет, друзья мои. Вот, здесь и так IKEA лояльна, лояльна дальше некуда, по отношению возврата и прочего, но борзеть не будем. Теперь еще следующие моменты. Эту халявушку, конечно, уже прикрыли, но раньше она была. Сейчас объясню, про какую халявушку имею в виду. Раньше у IKEA можно было, например, вот, допустим, представьте ситуацию, Нижний Новгород, сегодня шкаф стоит 10 тысяч, мы его с Димой поехали, купили, довольны, а через пару недель он становится 5. Просто продают его по какой-то причине. У нас, так как дырки в законодательстве, в торговле есть, а IKEA принимает с чеком, без чека, по-всякому принимает, без чека это отдельно расскажу, как сдавать. Вот, мы могли, например, купить шкаф новый по сейлу и сдать его по старому чеку. Раньше так прям, сказал бы я, фиговертили. Не буду выражаться, а то уже обвинили по этому поводу. Ладно, не суть. А пару раз мы видели, как приезжали посредники из других регионов, и прям целые угазы рездавали. Это трэш был. То есть ребята в Нижнем работали на сервисе до 2 до 3 утра, уже при закрытом магазине, чтобы их обслужить. Чтобы они сделали возврат. То есть товар набирался и сдавался. Сейчас IKEA как бы лавочку прикрыла. Что делают сейчас? Если раньше вы, например, приходили и, ну, потеряли вы чек, нет у вас вообще никаких бумажек, но у вас есть шкаф, который вы хотите сдать. IKEA смотрели, то есть сканируют штрих-код, либо убивают его вручную, смотрят и говорят, за какую стоимость он продавался за последние полгода. Сортировка раньше была только, допустим, ну, конкретно, да, наш магазин по Нижнему Новгороду. И за полгода, если акция была, то товар, значит, при минимальной цене принимался. Сейчас, чтобы вот эти мошеннические действия убрать, IKEA делает сортировку по всей России. И интервал увеличили до двух лет. Поэтому в этом плане есть риск, если у вас вообще к чему говорил, нет никаких документов, есть риск за меньшую-меньшую стоимость сдать. Единственные товары, которые, например, только появились, вы знаете, что это новинка, но всякое бывает, бывает новинка, и буквально через пару дней там в какую-нибудь IKEA Family, либо в акцию цена ниже, товар может попасть. То есть есть все равно такие риски, поэтому, пожалуйста, сохраните документы. Кстати, для восстановления чека, а нет, это уже про брак. По возврату вроде бы все. Теперь давайте по браку поговорим. Обзор у нас называется «Возврат и брак». Брак. Брак может быть разный. Вот такая это логичная фраза. Смотрите, давайте сначала рассмотрим ситуацию, если вы находитесь в городе присутствия IKEA. Вы купили товар, вам его привезли, либо вы его привезли сами, но обычно в больших городах, просто смотрю, да, они нижегородцы не заморачиваются, в основном везут им, они редко сами в своих машинах перевозят. Вы начинаете собирать, увидели какой-то дефект. Вы звоните в кулцентр на номер 8800, оператор спрашивает у вас данные, это номер чека, номер магазина, номер кассы, да, и там цифра транзакции, когда все это прошло. Подтверждается ваша покупка. Дальше от вас просят фото, либо видео, в зависимости от того, что вы приобрели. Допустим, если это диван, который скрипит, то просят обязательно видео. Если это какие-то сколы и дефекты, то, соответственно, фотографию. Вы все это присылаете, оператор это согласовывает, это не сразу. Допустим, вы сегодня дозвонились, вам дали адрес, заполнили заявку, вам дали адрес электронной почты, вы скинули фотографии. В течение, получается, трех-четырех дней вам отвечают, потом согласовывают обмен. А так как вы привозили, забирали сами, скорее всего, нет, если доставка, то они заберут. Если вы забирали сами, то, скорее всего, пригласят все-таки самостоятельно привезти, потому что Икея присутствует в вашем регионе. Если вы из другого региона, друзья мои, а если вы заказывали у своего посредника, обращайтесь к нему в первую очередь. Объясню, почему. Ну и вообще обращение к друзьям-посредникам. Товарищи, давайте будем любить своих клиентов, заботиться о них и поступать с ними точно так же, как бы вы хотели, чтобы поступили в этой ситуации с вами. Это все легко и просто, это называется клиентоориентированность. Потому что очень часто пишут подписчики из других регионов, говорят, вот, вашим клиентам повезло, вы бесплатно отвозите, возвраты, брак, обмены. Я говорю, да, это входит в свою стоимость наших всего лишь маленьких 10%. Кто-то отказывается от этого, апеллирует тем, что долго стоять и прочее. Ну, ребята, это свинство. Если вам попался такой недобросовестный посредник, либо меняйте посредника. Либо, если товар превышает 5 кг, то вы можете напрямую в Икея обратиться, опять же, на горячую линию 8800. Данные я вам уже сказала, какие нужны, номер чека, транзакции и прочее. Составляется заявка, все то же самое, что когда есть в Икея в городе, когда вы находитесь в городе, присутствует Икея. Но здесь вы согласовываете доставку, как бы договариваетесь с ними. Не сразу это, они смотрят, когда едет машина в ваш город, доставки по-разному, или, допустим, по графику, или по наполнению. Либо говорят вам сразу дату доставки, с вами согласовывают. Доставка обычно у них идет с 12 дня до 12 ночи. Предупредят вас за час в любой момент. Если у вас не будет на месте, извините, все, значит, вы пролетели. Этот момент тоже учитывайте. Упаковку они не привозят с собой никогда, поэтому от вас потребуется запаковать все детали, чтобы все это уехало в целости и сохранности. Но это обмен, ребят. То есть вам могут привезти, вы сразу могут согласовать обмен. Допустим, у вас там деталь шкаф повреждена, и вам ее вот таким образом обменяют на другой. Если все надо вернуть, и вы не согласны на новый товар такой же, то здесь нужно будет писать заявление. Сначала они забирают, подтверждают, вы пишете заявление, только потом вам на банковскую карту возвращают деньги. Это опять время. Поэтому в этих ситуациях все-таки посредники делают более быстро все это, если как мы ему делаем это бесплатно, и более комфортно для клиента. Еще, друзья мои, не весь брак Икея подтверждает. На нашем опыте было несколько ситуаций. Пример, допустим, из свежего, 19-го года, стол Мики, который стоит сейчас 5800 с тумбочкой и одним выдвижным ящиком, клиенты собрали и обнаружили скол. Мы и возили кусок стола в нижнем, нам отказали. Возили в другую смену, когда было, допустим, девчонки старшие по смене, более-менее лояльные, тоже отказали. Звонили в колл-центр, провели фотографии, видео. Доказать мы не смогли. Там просто сорван кусок шпона. И вот то ли клиент, то ли сам, то ли при производстве, так доказать не смогли. В итоге клиент живет с таким вот ободранным куском. Поэтому такие моменты тоже есть. Могут не восстановить ваш чек, если вы не знаете всех данных, и вы будете возвращать либо за копейки, либо вообще не вернете. Особенно это касается товара, который выходит из ассортимента, его очень быстро убирает из системы. Если вы возвращаете без чека, либо данные вашего чека нельзя восстановить, и система пишет, товар не найден, все, ребят, у вас его никто не примет. И еще, если вы сдаете товар, и вы приволокли его сами, идеально все равно запаковать не получится, нужен опыт. Кстати, упаковывайте всегда в картон, в пупорчатую пленку. Это более-менее надежный способ транспортировки на небольшие расстояния, не сильно больших каких-то габаритных грузов. Если Икея в этот момент обнаружит у вас какой-то скол, дефект, пятнышко, могут предложить уценить. Уценка обычно от 5 до 50%. На нашем опыте всякое было. И на 10% клиенты уценили, и на 20%, и даже на 50%. То есть, если вы соглашаетесь с этой суммой, допустим, за 10 купили, уценка 20%, получается, что 8 тысяч в Икея вернула. У меня все. Все ваши комментарии с удовольствием прочитаем, ответим на все вопросы. Надеюсь, что было полезно, информативно. Да, они в динамике, да, они в Икее, но о серьезных таких более, ну, как бы, не то что серьезных, но о таких вот темах лучше все-таки в тихой, спокойной обстановке, нежели в магазине вот так бегом и набегом. Все, всех люблю и пока!